приветствую всех ну что плохие новости неубиваемый мюген сломался точнее мюген все также неубиваемый сломалась электроника именно мамба значит моторчик который у меня стоит здесь эта система старая с e-max и макс покупал еще наверное в каком-нибудь 10-11 году я уже не помню в общем то просто вклинило не знаю может из-за перегрева не знаю из-за чего друзья мои надо вскрыть посмотреть движок в общем движок вклинило и все мюген не едет дальше никуда есть донор смысл такой сам регулятор скорости я оставляю как какой здесь есть да потому что он поддерживает 6s на бушмастере стоит система которая поддерживает 4s но двигатель вот этот рипер 2000 оборотов на вольт поддерживает 6s точно такой же стоит у меня на дюранге соответственно с нашего бушмастера переставлю двигатель пока вот этот бюджетный посмотрим как поедет на этом то есть также 6s можно будет использовать не знаю долго или нет но вроде как этот моторчик не должен тоже подводить поэтому и здесь как видите эти спайны были штатно то есть мотор с регулирован поэтому придется резать и паять уже к этому моторчику в общем то такая заморочка давайте снимаем ставим паяем и тестим снимаем пиньончик потому что он нам не пригодится на амюгене у нас по-моему 14 стоит а здесь у нас 17 то есть здесь мы оставим его готово но очень неудобно здесь снимать его так и здесь просто отсоединяем контактики все демонтаж движка довольно таки быстрое дело сейчас дольше его будет устанавливать на шасси и паять так что бушмастеру огромное спасибо вот регуль остался невостребованным вместе с сервой куда-нибудь придумаем а 6 нам куда-то деть по личненько еще пригодится на новый мотор поставить этот кулер штука нужная штука полезная сидит плотно конечно без каких-либо паст то есть просто но как минимум он его обдувает воздухом так на мюгене как у нас здесь снимается это дело как говорится и не таких откручивали ты блин все как ну короче он должен выехать оттуда каким-то чудным образом вот так вот видите продуманнее чем на буш мастере то есть так вынимаем и теперь мы откручиваем здесь мотор вот то есть не надо где-то подлазить все четко сделано это как бы мне нравится мама мама так собственно все теперь здесь перерезаем провода и берем этот моторчик то есть как видите у нас по размерам ну практически один в один идет тоже 2000 оборотов но мама по-моему 2200 сейчас уже не помню нет вроде 2 это мама 2000 вот и ставим на это место и также гоняем на 6s ну что моторчик установлен как видите здесь я просто напрямую взял испаял провода то есть не заморачивался с никакими разъемами потому что со штатным мотором я просто перекусил вот значит кулер оставил пиньончик все тот же 14 и в принципе ничего не поменялось значит в регуляторе я поменял свой кулер то есть он меня сломался уже давно я не знаю уже год на не работает ездил со сломанным вот думаю распаяю здесь то и перепаял заодно и кулер новый поставил у меня были так ну а что касается моторчика который сломался у нас вот эти взял перекусил все значит ну там был песок вот то есть песок сюда попадал прям вот здесь был валялся не могу сказать что послужил причиной данного инцидента скажем так но сердцевина у нас выглядит вот так вот теперь посмотреть на подшипники то подшипники тоже как бы все в порядке то есть не они один не сломан ничего то есть не из-за этого аж перегрев не знаю 6s не любит мамба видимо ну ладно на возраст большой ездил реально много поэтому но что-то послужило все равно этой причиной друзья мои давайте наверно затестим на этом моторчике и потом еще кое-что сделаем с мигином ох грязище до собрал в общем-то потише полегче не ну мощь то есть ого какая зверь и так гонка века у нас мюген против на 4s тоже на 4s все посмотрим кто кого просто хороший свежий аккумулятор давай раз два три одновременно старт идет нас прямая одинаково что-то у тебя там как нитро стал борьба суровая да но я думаю на первом круге я сейчас уже должен обойти серёгу давно нами не ездил и обходим и уходим аккуратненько оу чуть колесо не влепился короче это опять легкая гонка так 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 серёга там покрышки собирает шук уже вон насколько на 5 секунд обгон ну короче это какая-то легкая гонка была я готов перезаехать с тобой с нет рукой что-то там да я думал развалился какой-то дифференциал песка да я думаю пиньон там течет ну все покатали пиньонов 0 смотри зубов нету зубов нету вот это да летели вот это да а он тебя тогда не болтается не ну ладно хоть не этот ну да небольшая зубе полетели а вот фотографируй после булета уже как разумеется до сих пор до сих пор ну и вот ну и вот а а а а Надо нам сводить мелкими на экскурсии в горах. Я сейчас не просто так стою за Мюгином, перед Мюгином, чтоб вы его не видели. Короче, покрасил я в два цвета сначала, черный и оранжевый. Потом снял еще масочку, думал потом каким красить, основное сделать синий или белый. Вот, думал-думал, но он пока сох, проснулся с ужасом ночью, поняв, что какую же чушь я нарисовал. Я не знаю, как я это рисовал. Вот, но уже как бы нечего делать. Решил все-таки сделать основным белым и чуть-чуть вот добавить. Я синий вообще не стал применять, а взял такой металлический оранжевый. Крутой цвет сейчас расскажу. И, короче, получилась чушь. Корка загублена. Мюгин урод. В смысле, снаружи. По-уродски выглядит. Ну ладно, показывай, что делать-то. Вот он, друзья мои. Ужас. Возможно, с белыми колесами он будет смотреться еще более-менее. Но в таком исполнении он смотрится очень глупо. И очень по-уродски. Блин, короче, вообще не знаю. Я красил дюрангу. Сейчас, секунду, покажу дюрангу. Красил дюрангу. Ну, вроде как, ну, колхоз, да, был. Сначала там вообще жесть. А сейчас я смотрю на дюрангу. Блин, да по сравнению с Мюгином она еще довольно-таки хорошо покрашена. Вот это бы только металлик оранжевый. Классно было бы. Ну, вот видите, да? Даже не знаю. Блин, может корочку вот сюда дюранговскую переделать. И тогда будет лучше. Ну, в принципе, яркий. Зато это белый. Видно его. Ну, короче, блин, не знаю. В общем, если я еду гонять в людные места, я буду брать старую корку. По сломанную, по сломанную. Но она тоже плохая, короче, уродская, блин. Но получше. Это вообще колхоз получился полнейший. Мне стыдно даже было показывать. Я вообще думаю, замазать пикселями автомобиль, чтобы вы не видели это уродство. Жесть. Вот. А если я еду гонять куда-то один, я возьму эту корку. Буду ее добивать, лишь бы она быстрее сломалась, чтобы купить потом новую. Короче, корка испорчена, друзья мои. Все плохо. Все плохо. Я думал, сейчас Мюгину вообще покрашу супер в итоге. Вон что получилось. Не постарался, короче. Схалтурил. Короче, смотрите. Есть две краски. Вот, ну, в основном, да, так на рынке, это, что продают. Фаст финиш какая-то, вот такая, вот 150 миллилитров. Есть Томиевская. В принципе, Томиевская-то всем понятно, известно. Вот эта, по-моему, стоит даже чуть подешевле. Я сейчас не помню, уже давно краску не покупал. 150 миллилитров. Томиевская 100 миллилитров. И, по-моему, она чуть-чуть дороже. Ну, в общем, даже если пусть одинаково стоит. Короче, покупайте Томиевскую. Реально, краска ложится лучше. Мне кажется, даже выбор цветов у них лучше. И вот этих 100 миллилитров, скорее всего, даже хватит так же, как вот этих 150. То есть, реально, вот я крашу Томиевской, что белый цвет, что вот этот оранжевый. Блин, прям вообще класс краска. Вот это вот не такая. Это, то есть, я вот реально, сначала я их много покупал, то есть, экономил. А потом я решил все-таки Томиевскую попробовать. И вот, блин, я понял, что Томиевскую надо теперь только покупать. Ну, я говорю, надо закрыть это, чтобы вы не видели. А то будете рассматривать уродство, позорить меня. Друзья мои, не позорьте меня. Я признаю, я скосячил вообще просто над коркой. И мне стыдно ее показывать. За пикселю, чтобы никто не видел меня, потому что это жесть. Это провал просто какой-то. Фух. Ладно. В общем-то, всем спасибо, друзья мои. Я буду думать, как сломать эту корку быстрее, чтобы она была грязная, чтобы она была вся исцарапанная, чтобы она была, не знаю, вся треснутая, чтобы этого уродства не было видно, чтобы она чем-то была замазана. Да? Спасибо. Спасибо. Спасибо.